Привет всем любителям французского! Вы на канале JustFrancais, и здесь мы очень французский, легко и с удовольствием. Я немного пропала с радаров, знаю, знаю, но я не забыла ни про вас, ни про канал, просто сейчас готовлюсь к двум международным экзаменам одновременно, и игратель немного уплотнился. Но сегодня мы с вами снова разберем новый выпуск новостей на французском языке. Прошлый выпуск вы просто очень тепло встретили, поэтому я буду продолжать эту тему, и спасибо вам большое за ваши комментарии, я их очень ценю. Продолжайте их оставлять, продолжайте ставить лайки на мои видео, так вы помогаете продвижению моего канала, и просто поддерживаете систему алгоритмов Ютуба. Итак, ну а сегодня мы с вами разберем очень интересный и любопытный материал, не только с точки зрения французского языка, но и с точки зрения вообще жизни, потому что мы разберем влияние того, как поздно или рано ложимся на спальт, встаем, на нашу продуктивность в течение рабочего дня. Возможно, вы кое-что пересмотрите в вашем режиме дня. Этот материал я взяла с телеканала Францду, как и в прошлый раз. Мы с вами будем вместе разобрать это видео, вместе напитывать новой лексикой, ее мы будем записывать вместе с вами в специальный вокабуляр, и затем вы получите доступ абсолютно бесплатно к этому ресурсу, где вы сможете учить, повторять, вспоминать слова, и этот ресурс позволяет делать это очень эффективно. Всем советую Quizlet, очень-очень классный ресурс, где вы можете учить слова карточками. Еще раз позволю себе напомнить, что этот формат обучения языка очень эффективен, потому что речь и лексика в таких новостных роликах она очень насыщенная, очень плотная, лексически непростая. Поэтому наша с вами цель понимать новости. Будем понимать новости, будем понимать весь остальной французский. Поэтому включаем наш слух, обостряем его, учимся понимать французский без субтитров. В общем, ставим себе большие цели и добиваемся их вместе. Поехали! У меня включен дома вентилятор, я заранее извиняюсь за возможный шум. Напишите, какая у вас погода в городе, но у меня лично ужасно жарко, и прошу меня понять и простить. У меня дома финская баня или сауна, как правильно говорится. Мы будем начинать. Итак, значит, наше сегодняшнее видео называется Давайте посмотрим, что это значит. Значит, на работе, я думаю, вы все знаете слово «coucher» и «tar», да? Тот, кто поздно ложится, по-русски «sava», «moin performant que l'élève d'eau». Они менее эффективны, чем те, кто, по аналогии, рано встает, то есть «жаворонки». Отличные слова «le coucher», «le l'élève d'eau», мы сейчас их с вами запишем. Давайте начнем смотреть видео, и потом продолжим с вокабулярным. Итак, идем в Quizlet. Я тут уже начала немного записывать, записала вам «savu» и «javronka», «un coucher» и «un l'élève d'eau». И заметьте, что когда мы их ставим во множественное число, то есть «so», «v» и «javronka», мы не добавляем «s» никуда, то есть «le coucher», «le l'élève d'eau» не изменяются в числе. Мы никак их грамматически, точнее орфографически это не показываем. «Selong une étude finlandaise, publiée la semaine dernière», то есть «sогласно какому-то исследованию, финскому исследованию, опубликованному на прошлой неделе». Да, и кстати, давайте запишем слово «performant», да, это замечательное слово, оно такое применительное именно к работе и оно может являться синонимом слово «эффикас», да, «эффикас», но такое более сложное и показывает более высокий уровень языка. «Et qui montre pour la première fois un lien entre notre horloge biologique et le monde du travail». Так, давайте еще раз. «Et qui montre pour la première fois un lien entre l'horloge biologique et le monde du travail». По-моему, так оно сказало. То есть это исследование показывает что? Оно показывает в первый раз связь, да, «un lien», связь между нашими биологическими часами и работой. То есть запомните, да, что вот именно с часами во французском есть такая немножечко заковырка. Потому что есть несколько слов, которые обозначают часы. Например, слово «la montre», которое у нас на руке, они будут «la montre». А если это, например, биологические часы, то это уже «horloge». Поэтому давайте все-таки запишем его как новое слово, как выражение, да, которое мы встретили в контексте. «Oploge». Не предлагает он нам его биологические часы. Итак, то есть связь между биологическими часами и рабочей средой, рабочий мир. Мы сказали «le monde du travail». Давайте сначала всю фразу. То есть сделать презентацию клиента, сделать презентацию клиента, или висеть бульон, то есть идти закручивать гайки, закручивать болты, а лузин на заводе. Давайте слушаем фразу. Лузин, après une courte nuit, souvent он se sent moins performant. То есть все это представляется, эти два действия менее эффективными после, «après une courte nuit», после короткой ночи, то есть после того, как мы мало поспали. Так, здесь хорошее выражение «висеть des boulons». Давайте запишем «faire une презентацию», то мы всем ясно. А вот «висеть des boulons» это уже что-то более сложное. Так, «висеть des boulons». Давайте мы меня проверим. Пойдем в «reverseux context», «висеть des boulons». Да, это именно так пишется, то есть «висеть» это «вкручивать», «boulons» это «болты» или «гайки». Так, хорошо, так и запишем. «Закручивать болты». Уж не сильная в ремонте, извините, если вдруг что-то не так сказала. «Алузин», да, то есть это «на заводе». Так, после короткой ночи, значит, они, вот эти два действия, кажутся менее эффективными. «Mais est-ce que c'est parce qu'on manque de sommeil?» «Main moins performant, mais est-ce que c'est parce qu'on manque de sommeil?» «Ou parce que l'on n'est pas du matin?» «Ou parce qu'on n'est pas du matin?» Здесь опять несколько хороших выражений, то есть «manquer du sommeil, не хватает сна», да, то есть если или нам не хватает сна, или же «on n'est pas du matin?» она сказала, то есть «или же мы не утренние люди?» Давайте запишем «manquer du sommeil». Так, проверим. «Malquer du sommeil». Да, жуткое недосыпание, видите, «не спать», «мало спать», «не доставать сна», дословно. Запишу я это, «manquer du sommeil», «ne dosyp», напишу это «ne dosyp», «ne dosyp», «ne dosyp» получился. «Не па», давайте напишем, «не па зетр дюматин», то есть «не быть жавранком», «не пыть жавранком», «не пыть жавранком». Еще раз эту фразу. «…on semble moins performant, mais est-ce que c'est parce qu'on manque de sommeil ou parce que l'on n'est pas du matin?» «Ces chercheurs de l'université d'Hulu, en Finlande, ont voulu…» «Ces chercheurs de l'université d'Hulu, en Finlande, «prodita», как она сказала, «это какое-то город в Финляндии», «Hulu», «и эти исследователи из этого университета…» «…вouлю savoir s'il y avait un rythme biologique plus adapté au monde du travail». «…et ils ont voulu savoir s'il y avait un rythme biologique…» «…en Finlande, ont voulu savoir s'il y avait un rythme biologique plus adapté…» «…un rythme biologique plus adapté…» «…au monde du travail». «…au monde du travail». «…en Finlande, ont voulu savoir s'il y avait un rythme biologique plus adapté…» «…en Finlande, ont voulu savoir s'il y avait un rythme biologique plus adapté au monde du travail». «…en Switzerland…» «…enезде…» «…morel двигатель UN Доктор субтитров А.Семкин посмотрим дальше, то есть это на три части прям разделю видео, и мы посмотрим часть, разберем, потом заново ее посмотрим, вторую часть разберем, заново ее посмотрим, и третью часть точно таким же образом. Итак, что здесь написано? То есть способность, да, способности, какие-то возможности, навыки, aptitude, хорошее слово, предлагаю его обязательно записать, что же я никогда не угадываю с клавиатурой, aptitude, способность, хорошо, то есть способность к работе, она influence, то есть ее предопределяет наш ритм, да, и на нее влияет наш жизненный ритм. Слушаем дальше, что нам говорит Диктор. Лес Сиентифики, они расспросили, да, 6 тысяч человек, около 6 тысяч человек, примерно 46 лет. Entre 2012 и 2016, то есть между годами 2012 и 2016, за четыре года в этот период. Лес Сиентифики, они расспросили, на их ритм сна, их ритм жизни, вате сначала. Лес Сиентифики, они расспросили, на их ритм сна. Лес Сиентифики, они расспросили, то есть их профессиональная жизнь, их сон и их здоровье. Лес Сиентифики, ну, что мы здесь можем записать? Наверное слово «interroger», да? Итак, давайте запишем слово «interroger», оно у нас такое достаточно специфическое, да, «interroger quelqu'un» можно, то есть это допрос, задавать вопросы какие-то, и в том числе, если проводится анкетирование какое-то, давайте напишем «спрашивать», «допрашивать», в том числе «interrogation», когда это происходит какой-то допрос полиции, например. То есть эти все люди были допрошены, опрошены, скорее, на предмет их профессиональной жизни, их здоровье и их сна. Ай, «afin de déterminer leur chronotype», «чтобы», да, «afin de», «чтобы», предлагаю его тоже записать, «afin de», «изите мойот infinитив», «afin de faire quelque chose», «afin de déterminer», да, «чтобы уточнить», «выснить», «déterminer», «professionnels», «leur santé», «leur rythme de сommeil», «afin de déterminer» «leur chronotype», «chronotype», я думаю, по-русски так и будет, «chronotype», то есть их какой-то временной режим», «c'est-à-dire, «leur moment préféré» dans la journée pour faire certaines activités», «вот», она это объяснила, что это значит, да, «c'est-à-dire», «leur moment préféré» dans la journée pour faire certaines activités», вроде так. Да, то есть их наилучший, да, «любимый момент» в течение дня, не то чтобы «любимый», наверное, а когда они наиболее предрасположены, какой момент дня, утро, вечер, день, делать определенные активности, определенные дела, да, «de faire certaines активités». Итак, они определяют хронотип человека. Так, слишком долго и много, давайте еще раз. «Noctambule», да, «ночь», 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 «ночь». «Noctambule», давайте напишем, это может быть «он» или «она», то есть, ну, напишем «un», «une», «noctambule», а, ну вот оно уже есть, замечательно. Давайте тоже напишем «сова», то есть как синоним, да, какой-то человек такой, ночной человек, который любит ночью, более ночью такой, живой, чем днем. Ну, мы все знаем таких людей, а может быть, сами не являемся иногда. «Le noctambule» sont «s'estime», да, «s'estime», то есть глагол «estime» – это вообще что-то оценивать, а «s'estime» – возвратный, да, то есть «себя оценивать». Они, ну, согласно этому анкетированию, эти же люди, которые ночью предпочитают чем-то заниматься, но не спать, они себя оценивают менее эффективными. «Activité» – и «ils ont montré que les noctambules с'estiment moins performants que les autres dans leur travail». «Que les autres dans leur travail», то есть, ну, просто по сравнению с другими в своей работе. «Ils partent même plutôt en retraite en raison d'invalidité». Это очень интересно. «Ils partent plutôt en retraite en raison d'invalidité», то есть «они уходят на пенсию», «partir en retraite». Давайте тоже это запишем. Очень жизненное и важное выражение. «Un retraite». «Уходить на пенсию». «Лорque les autres dans leur travail, ils partent même plutôt en retraite en raison d'invalidité». «En raison d'invalidité», то есть, есть у нас слово «validité» как «валидность», да, а есть «invalidité», то есть «невалидность». Ну, давайте перейдем красиво, это будет «нетрудоспособность». То есть, они раньше уходят на пенсию по причине своей нетрудоспособности, чем люди, которые встают рано. Напишем слово «invalidité». «L'invalidité», ну, «l'incapacité», видите, он ставит как синоним. «Давать нетрудоспособность», хорошее слово. «То есть, их навыки, их способности к профессиональному, ну, к жизни, да, профессиональной, она в два раза менее хорошая. То есть, их в два раза хуже, чем способность тех людей, которые встают рано по утрам. «Qel que soit leur секс, la durée de leur sommeil». «Qel que soit leur секс» ou «la durée de leur sommeil», «quel que soit». Прекрасное выражение, которое я обязательно вам запишу. «Qel que soit», то есть, «quel que soit», «какой бы то ни был», или «независимо от», давайте, «независимо от». «Qel que soit leur секс», то есть, «независимо от их пола», «независимо от их», «leur», что-то там, наверное, «количество сна». «Умем leurs horaires de travail». «Умем leurs horaires de travail», или даже их рабочего графика. Давайте запишем слово «les horaires». «Les horaires», это именно ваши рабочие часы, видите, «les horaires de travail». «Рабочие часы». «Selon cette analyse, publiée dans la revue «Médecine», то есть, согласно этому анализу, проведенному в каком-то медицинском журнале, «du travail» и «de l'environnement». «Du travail» и «de l'environnement», то есть, это журнал посвященный медицине, работе и окружающей среде. Прекрасно. Предлагаю это все переслушать и понять, конечно же. «Les scientifiques ont interrogé près de 6000 personnes de 46 ans entre 2012 et 2016 sur leur vie professionnelle, leur santé, leur rythme de sommeil, afin de déterminer leur chronotype, c'est-à-dire leur moment préféré dans la journée pour faire certaines activités. Их показали, что «ноctambules» считают менее performants «ноctambules» в их работе. Их работают даже более твердой, в результате инвалидности. Их обязательность в профессиональном мире будет два раза менее хороша чем у людей, в том числе, 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 их работе, в том числе, в этой анализе, в РФ Медицинской Федерации и СМСе. Хорошо. И теперь, третий наш кусочек. Осталось совсем немного. Я, наверное, закончу чуть раньше этого видео, потому что YouTube иногда думает, что я просто копирую и вставляю чужие видео, поэтому мы закончим раньше, чтобы это видео далеко не попало на мой канал, так скажем, предотвратим беду. Поэтому, le rythme circadian influence nos fonctions cognitives, то есть наш циркадный rythme, циркадный, вот по-французски таким образом выглядит, циркадный, influence nos fonctions cognitives. Этот rythme, он влияет на наши когнитивные функции, способности. Л'étude de nos rythmes биологiques, ce qu'on appelle la chronobiologie. Л'étude de notre rythme biologique, ce qu'on appelle la chronobiologie, вроде так называется. То есть изучение наших биологических ритмов называется хронобиология. Давайте посмотрим, потому что я не уверена, если я это неправильно говорю, будет не очень хорошо. Так, chronobiologie, биологические ритмы, психическое здоровье. Хронобиология, да, действительно, раздел биологии изучающий циклические процессы в биологических системах разного уровня организации. Хорошо, биоритмология. То есть это называется биоритмология в России или хронобиология. Итак, поехали дальше. Почти неизвестно или едва ли известно. Почти неизвестно, допустим дизайн д'аней, вот уже как десяток всего лет. Мы поняли, наука поняла, что наше тело, наше тело, наше тело, респект, это уважать, да, но респекты, но это придерживаться, вот в этом смысле. Давайте в этом смысле именно запишем глагол респекты. Соблюдать, да, соблюдает такой циркадный ритм, ритм циркадион. Давайте тоже сразу же запишем. Соблюдать, да, соблюдать такой циркадный ритм, ритм циркадион, ритм циркадион, ритм циркадион. Лиие к циркадиону, ритм циркадион привязан. Луния, например, в конце дня, мы начнем с секретой мелатонин, эта гормона, которая нам помогает, это гормон, который будет нам помогать, это гормон, который будет нам помогать, это гормон, гормон, гормон. Так, что мы здесь запишем? Давайте, гормон запишем слово, анормон. Мелатонин предлагаю не записывать. Сандормир, ну давайте запишем, это также слово, которое является очень в тему данного сюжета, да, сандормир, засыпать, засыпать. Люблю, когда ты мне предлагаешь варианты. Куизли, сделай это почаще. Мы начнем с секретой мелатонин. А, секретой, да, секретой, от слова секретировать, секретировать, то есть секретой. В принципе, как и в русском, языки очень похожи, для нас не должно каких-то сложностей представлять. Но, видите, все равно нужно хоть раз его встретить, чтобы когда-то потом в жизни это еще раз использовать. Можно не догадаться с секретой. Ширия, которая служит, То есть это имеет свое влияние, да, большое на наши биологические функции. А в «Анампэкт» иметь влияние, то есть давать свое влияние. «Анампэкт» с «Кельки шосс». Что-то мне кажется, я как-то странно перевожу. Давайте снова обратимся к словарю. Влиять, отражаться. Ну да, хорошо, отражаться на. Давайте так и запишем. Отразиться на чём-то. «Анампэкт» «Температура на нашу биологическую функцию, на нашу пищеварение. То как мы перевариваем пищу, на нашу пищеварение. Пищеварение на нашу пищеварение. Нашу систему. Нашу систему иммунную систему. Как много у нас слов, смотрите, мы уже на 26-м. А видео-то всего 2 минуты длится. Вот представляете, какая польза, сколько всего. Так, иммунная система, замечательно. Так, здесь я предлагаю сделать небольшой перерыв, как я вам сказала, чтобы перепрыгнуть небольшой кусочек. Вот, отсюда и начнем. «Анампэкт» Что они не претендуют на Нобелеску премию. Ну, давайте тоже запишем, почему бы и нет. Все-таки это такой термин, который часто используется в научной литературе. В каких-то серьезных источниках мы можем это услышать. Так. «Онампэкт» Он показывает лишь влияние на наши когнитивные способности. Они претендуют при этом на Нобелеску премию. Понятив, notre capacité de concentration, то есть наши способности к концентрации. Ils espèrent que cela permettra aux employeurs et aux employés, то есть работодателям и работникам, employeurs и employés. Давайте запишем, очень, слова которые всегда все подают, employeur, работодатель, и давайте запишем с неопределенным артиплем, employé, employé, un employé, un employé, это работник, такое самое общее слово. Capacité de concentration, ils espèrent que cela permettra aux employeurs et aux employés de trouver le meilleur moment dans la journée. De trouver le meilleur moment de la journée, то есть позволить, да, и работодателям, и работникам найти лучший момент в дне, во время течения рабочего дня, pour être au top de leur performance. То есть чтобы быть просто на высоте своей эффективности. Et aux employés de trouver le meilleur moment dans la journée pour être au top de leur performance. Pour être au top de leur performance. Être au top. Давайте запишем, это хорошее очень выражение, такое и разговорное, но, как мы видим, можно встречаться и в новостях. Être au top. Быть на высоте. Ну, в данном случае это было на высоте своей продуктивности, своей эффективности. Давайте все теперь, третий кусочек, пересмотрим. Так, это было где-то здесь. Да, это было где-то. Десять лет назад, мы увидели, что наш телескоп республики, то есть 24 часа, в зависимости от присутствия или отсутствия. Например, в конце дня, мы начнём секретную мелатонин, эта гормона, которая нам помогает нам отдохнуть. И ваше время, температура нашего телескопа более низкая. Это влияет на многое биологическое влияние, наше питание, наше систему cardiovasculа, наше систему иммунистов. Но наши францовы не претендут не овел, они просто показывают, что это влияет на наши функции cognitives, наше качество концентрации. Они спят, что это позволит у сотрудников и сотрудников найти лучший момент в жизни, чтобы быть в лучшем качестве. На этом мы разобрали с вами полностью две минуты, да, тексты, две минуты такого достаточно плотного научного текста, где диктор говорила достаточно быстро, говорила на высоком уровне французского, использовала различные времена, использовала субжунгтив, использовала разные временные конструкции. В принципе, вы понимаете, что это реально. Вот я сижу с вами, перевожу, потратили мы на это 20-30 минут с вами, но очень плотно позанимались и у нас в итоге образовалось 30 слов. Прекрасно. Я все их вам обязательно оставлю под роликом, будет ссылочка. Обязательно переходите по ней. Обязательно я еще добавлю картинки различные, чтобы еще лучше вы запоминали данные слова. То есть будет просто супер легко, главное этим заняться. Выделите 5-10 минут и запомните эту лексику. Ну что, друзья, я вас очень благодарю за то, что вы уделили время и посмотрели этот ролик до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще этого не сделали. Оставляйте ваши комментарии, оставляйте ваши лайки. Каждый лайк просто греет мое сердечко. И желаю вам хорошего лета, прекрасного завершения этой недели. И я вас всех целую и обнимаю. Визу. Пока.